Дорогие друзья, всем откуда-то привет! У нас гость Андрей Евгеньевич Миронов. Привет, Андрей, дорогой! Привет, Андрей. Значит, мы познакомились в Иркутске. В Иркутске. Да, на моих чтениях, которые я проводил, такой был стекловский десант. Но он оказался не только стекловским. У нас был, вот Андрей Евгеньевич, из города Новосибирск, где мы сейчас и находимся. Так вот, у нас будет такой необычный формат, потому что Андрей Евгеньевич одновременно выступает как ученый, который сейчас меня, как говорит Андрей Михайлович Жегородский, кокнет. То есть, расскажет мне такую математику, которую я до конца не пойму точно, хорошо бы понять наполовину. То есть, это серия, которая называется «Объясняют математику Саватееву». Она вот у нас была уже, Фенкельберг был, Миша, был Валик Вологодский, там несколько человек было разных. Кто объяснял, Горчинский, Олег Герман. Уже всех не перечислить. И вот теперь будет Андрей, который расскажет про свою математику. А потом мы поговорим про вопрос, связанный с политикой. Но не той политикой, которую я обещал на канале больше вообще не внешней политикой, а политикой, связанной с вот этим институтом, где мы сейчас находимся. А находимся мы, между прочим, в знаменитом месте, в Институте математики Сибирского отделения Российской Академии Наук, где Андрей Евгеньевич работает директором. Исполняющим обязанности директора. Начиная там с где-то лета, да, получается? С сентября. С сентября. С конца сентября этого года. Вот. И на самом деле здесь происходили события, как бывает, когда цунами есть, и где-то далеко волна идет. Вот примерно так же волна какая-то дошла до Москвы. Потому что, начиная где-то с октября, я стал получать от моих знакомых отсюда, а в том числе еще некоторое количество знакомых и в Москве было, вопрос, что происходит там, значит, как сказать, тоталитарный переворот произошел, и нужно в ситуацию вмешаться. Ну, и как бы не хочу ли я вообще в это все сам войти, в эту ситуацию разобраться. И я отмахивался, у меня слишком много дел, чтобы мне сейчас как бы все бросать и разбираться, что произошло в Новосибирске сентября. Но потом, значит, я поговорил с одним моим другом в Москве, который сказал, что разбираться надо, и надо прямо на канал. И так как мы в Москве слышим в основном только одну сторону конфликта, то вот у тебя будет шанс, когда ты будешь в Новосибирске, просто взять и спросить другую сторону, то есть Андрея Евгеньевича лично. И просто на канал задать ему все вопросы, в том числе, так сказать, те вопросы, которые задают оппоненты. Поэтому у нас сейчас будет математика, а потом будет такой как бы разговор, разговор про то, что тогда произошло. Ну и дальше, как бы, каждый будет сам делать какие-то выводы, возможно, какие-то вопросы у кого-то и останутся, тогда можно, в принципе, задать в комментариях. Кто-то другой, может быть, на них ответит. То есть на тех, которые будут заданы в комментариях к этому видео, я, понятно, не смогу ответить. Я все-таки для этого конфликта человек совершенно внешний. Но, возможно, в комментариях возникнет интересная дискуссия. Вот. На чем, собственно, оппоненты тоже... Это решение всех устроило. Люди, которые меня спрашивали, не хочу ли я включиться, когда узнали, что я буду записывать такой разговор, сказали, о, от этого точно будет, ну как бы, вреда точно не может быть. И мы тогда в комментариях совершенно спокойно, как бы, вот эту дискуссию продолжим. Вот так. Вот такое у нас будет видео. Соответственно, начнем с того, что ты расскажешь мне про свои математические достижения. Я попробую что-то понять. Хорошо. Ну, я хочу рассказать сюжет, который я страшно люблю, который очень интересный. И связан он с коммутирующими дифференциальными операторами и, в частности, с очень известной гипотезой к семье. Вот ты, буквально вчера, нам рассказывал про эллиптические кривые, про АВЦ-тройки. Да. Вот. Вот. Давай возьмем такое уравнение. И в квадрате равняется х кубе плюс айфа 2х в квадрате плюс айфа 1х плюс айфа 0. Да. Амнотическая кривая типичная такая, неприведенная до конца к виду ах кубе плюс ах плюс б, потому что, наверное, это, возможно, необычное поле какое-нибудь. На самом деле, здесь можно даже варить любой многочлен от двух переменных. Вот. Но у тебя вчера вместо x, y были какие-то рациональные числа или целые предполагающие? Но и коэффициенты рациональные. А мы рассмотрим немного другую задачу. Вот будем считать, что вот эти вот x и y – это элементы так называемой первой алкебры вели. А что это такое? Грубо говоря, о первой алкебры вели – это дифференциальный оператор с предназначенными коэффициентами. Таааак. По-моему, это вот так назначается. c от x, dx. То есть вот элементы первого вели – это просто какой-то дифференциальный оператор такого вида. Порядка n от n от x, dx в степени n и так далее плюс а0 от x. Где вот эти вот коэффициенты – это полинома по x, ну а dx – это производная. Я соображу. Тут уже не коммутативность, естественно, имеет место быть. Да, да, да. И если у тебя d попал слева от многочлена, ты его перекидываешь с помощью каких-то правил, да, действия. А сейчас мы по этому поговорим. Чтобы в таком виду привести. То есть это множество всех, ну, таких вот дифференциальных операторов, которые нам, ну, просто на функциях одной перемены, да, действия? Да. Значит, это не коммутативное кольцо. Да. Значит, вот эти дифференциальные операторы действуют, ну, скажем, на гладких функциях. То есть у нас есть гладкая функция, n от x. Мы можем применить этот дифференциальный оператор к этой гладкой функции и снова получим гладкую функцию. Потом мы можем брать композицию. То есть это будет an от x умножить на n-ную производную. Да, да. Плюс an минус 1 от x умножить на n-ную производную. Эти – это многочлены или тоже функции любые? Ну, вообще говоря, могут любые, но мы, вот чтобы сформулировать одну задачу… Да, здесь многочлены. Да, мы будем считать, что… Мы потом в кофе ситуации перейдем. Вот, будем считать, что… Вот, многочлены. То есть на самом деле фактически есть x умножить на x, да, и взятие d. Да. И все, да, и они ее порождают. Да. Вот эта алгебра не коммутативна. Значит, вот здесь есть такое соотношение между… Вот x и dx – это порождающего этой алгебры. И между ними есть такое соотношение. Коммутатор dx… Сейчас, стой, не говорите о море, я подумал. Равно. Значит, то есть dx от xf минус x на dx… Просто f, то есть просто 1. Единица. Все правильно, да? Да, 1. Вот такой соотношение, который образует… Тождец-коператор, потому что правило дифференцированной сложной функции. xf' равно x'ф плюс x'ф'. Вот. xf' уходит сюда, в этот коммутатор. И остается просто x'ф, то есть f. Так. А. Вот. Ну, теперь давайте перейдем к этому уровню. К или к любому другому. А, и в конечномерных матрицах такого не бывает? В конечномерных матрицах… Вот такой ситуации из-за следа не может быть. Да, из-за следа не может быть. А здесь как раз вот. А здесь как раз бывает. Так. Вот. Значит, ну, всем хорошо известно, да? Вот там… Если α, скажем, здесь это рациональные числа, то рациональные точки на этой кривой образуют группу, там много всяких замечательных фактов. Это мы возвращаемся к алиптическим кривой обычным, да? Обычным, да. Да, известно. Да. Алиптическим кривой больше единиц. Да. То есть это не вырожденная четвертого порядка и выше, либо, ну, может она может быть… Четвертого порядка и может быть вчера… Потому что эллиптическая, да? Да, потому что будет распадаться и там что-то такое. Ну, допустим, у квадрата равенец при новом четвертой степени – это тоже эллиптическая кривая. А, а про нее тоже утверждение, да, верное? Да. А сейчас… Для нее, по-моему… Для нее же неверное, потому что ранг. Да. То есть если набор… Ну, там бесконечно много может быть. Да. Для эллиптических, да. А если четвертой степени и выше, при этом не выше четвертой степени, то там конечное число. Да? Да, скрывать не особо. Вот. И есть одна замечательная задача, которая до сих пор не решена. Это гипотеза диксемьи. Сейчас я вот ее сформулирую. Так. Вот давай рассматривать автоморфизм первоалгебровей. То есть это такие отображения, которые обладают следующим свойством. Пусть, допустим, φ от х будет какой-то дифференциальный оператор n-ого порядка, при этом автоморфизме. А φ от х будет дифференциальный оператор n-ого порядка. Ну и тогда должно выполняться такое соотношение. lm-lm-1. Коммутатор вот этих операторов должен быть единица, поскольку для дифференциального оператора это выполняется. А это ацеморфизм, да. Вот. И вот диксемье... Именно автоморфизм. Не вложение... Не эндоморфизм, а именно автоморфизм. Да, да. То есть в частности... Так. Диксемье доказал такую замечательную теорему. Значит он доказал, что если у нас есть автоморфизм, то он обязательно ручной. Что это означает? Что? Значит... Вот можно придумать три очень простых автоморфизма. Первый. Вот скажем, пусть х от х равняется х, а х от dx равняется dx плюс произвольный поленом от х. Это очевидно автоморфизм, потому что вот если мы сюда вместо ln подставляем dx плюс поленом, а вместо ln подставляем x, ну поленом естественно коммутирует. Коммутирует. Вот. И этот промутатор сведется к тому, что мы опять берем коммутатор dx и x. Да. А этому что ли достаточно для того, чтобы это был автоморфизм? Ну это очевидно оно взаимоднозначное отображение, φ вот такое вот. Сейчас, стой, стой, я торможу. Значит, φ мы не требуем в начале взаимоднозначности. Мы говорим, что из этого, да? Будет она следовать или нет? Нет. Требуем. А. Требуем, да. Из этого ци. Это просто означает... Вот это из-за автоморфизма. А мы требуем, чтобы была взаимоднозначность. Вот это вот пример автоморфизма. И он взаимоднозначный. Да? Тут как-то можно легко понять, что любой... Так. Ну, обратно можно легко. Обратно. 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 Вот это пример одного автоморфизма. Да. Второй пример. Полагаем, φ от х равняется х плюс произвольный полином с постоянными коэффициентами от 3х. А φ от 3х равняется 3х. Так. Вот это тоже по тем же самому соображению. Наоборот, да? Наоборот. Да. Ну и третий его можно писать. А по-моему, он из-за рук двух умолится. Наверное, напишу на всякий случай. И от х равняется альфа х плюс бета дх и φ от dx равняется гамма х плюс дельта дх. И вот определитель матрицы составной из альфа, бета, гамма, дельта единицы. Вот это тоже автоматизм будет. Ну, это оба входят, да? А, или нет? Нет. Это тут за многочлен, да, прибавляется? Здесь наоборот. А здесь многочлен? А здесь? Ну, возможно... А вот это кто такие? Это просто числа или нет? Альфа, бета, гамма, дельта единицы числа. А, то есть здесь были гораздо более сложные. Ну, любой многочлен, здесь любой многочлен. По-моему, это вот из этих первых двух следует. Да, важно. Здесь получается SL2 преобразование как бы, да? Икса и dx. И он тоже автоморфизан. Ну, потому что SL2, да? Да, да, да. Так. Так вот. Ага. Вот эти вот автоморфизмы называются ручными. И мы можем брать композицию таких ручных автоморфизмов. Да. Вот. И вот если мы возьмем, скажем, 100 композиций, там, меняя их местами, мы получим два неференциальных оператора, которые удовлетворяют вот такому соотношению. Ну, то есть возьмем автоморфизм, который является результатом применения любого количества ручных. Да, да. Ну, естественно, на каждом шаге это сохраняется. Так. Да. Так вот, что доказал иксимия. Он доказал, что если у нас есть автоморфизм, то он обязательно будет ручным. То есть он будет являться композиции вот этих вот автоморфизмов. то есть, грубо говоря, он описал все решения вот этого уравнения при условии, что ЛМ и ЛН задают автоморфизм ФИН. То есть отображение взаимоднозначное. Вот это теорема иксимия. Теперь в чем заключается гипотеза иксимия? А гипотеза иксимия заключается в отчиме. Она до сих пор не решена, не доказанная гипотеза. Что если у нас есть эндоморфизм, то есть у нас есть два дифференциальных операторов с применением коэффициентами ЛН и ЛН, которые удовлетворяют вот этому уравнению, но вот это отображение вообще, наверное, взаимно однозначно. Вот. Тогда вот этот эндо – это изморфизм. А, все понятно. То есть можно ли вложить алгебру Вейли в себя эндоморфизмом образом, но не взаимно однозначно? Да? Можно ли туда засунуть как бы ее? По-другому, вот эту гипотезу можно так сформулировать, что все решения вот этого уравнения, они получаются вот из таких тривиальных, с помощью композиции. Вот. Это очень интересно алгебраическая гипотеза. Вот. У нее есть энд-мерный аналог. Когда переменных. Да, когда переменных и ан. Вот. А энд-мерные разве на соответствующее утверждение для… Нет, там автоморфизмы не описаны. А, там… То есть неизвестно, все ли они ручные. Вот. Значит, гипотеза Аякебиани – это вот что такое. Вот. Предположим, что у нас есть полиномиальное отображение из СН в СН. Угу. И предположим, что матрица Аякеби, вот этого отображения… Да. …равна единице. Обредит матрица Аякеби… Обредит равна единице, да. Постоянное число. Просто. Тогда это изоморфизм. Да. Вот это гипотеза Аякебиани. То есть существует обратное полиномиальное отображение, вот, обратное для Ф. Так. Значит, то есть, ну как… Значит, есть некоторое отображение… Из СН в СН. Из СН в СН, которое задано, ну вот, набором полиномов, да. Да. То есть, Х1 и так далее, ХН переходят в какие-то полиномы. Да. Ф1 и так далее, ФН. Так. Так. И мы рисуем матрицу из ДФ и по… Из частных производителей. …ДХЖ. Да. Вычисляем ее определитель, и оказывается, что все переменные сократились. Да. Оказалось, что это единица. Это просто единица, да. Что она как бы… Осталась, ну, константная, единица, неважно там поделить. Вот. То есть, все переменные ушли. То есть, грубо говоря, это означает, что… А гипотеза, да, заключает, что есть обратное. То есть, грубо говоря, это не накрытие из СН в СН, а именно отображение взаимнооднозначное. И не вложение. Ну… Может быть, еще вложение. Вложение здесь… И это очевидно, да? Да. Ага. То есть, из того, что… Да, понятно, как интересно. Вложение не может быть потому, что это открытое отображение. Вот. Область открытого открыт, и всюду плотен будет. И замкнут в другую страну. Ага. Ну, может быть, наматывание, да? Как будто… Да, может и наматывание. В некоторой точке, там, сколько-то прообразов может быть. Вот гипотеза говорит о том, что… И она здесь тоже открыта, да? Да, она открыта даже в размерности 2. 2, да? 2 даже. Вот. И вот многомерная гипотеза Дексине, она эквивалентна вот этой гипотезе. То есть, вот такая взаимосвязь. Ага. То есть, даже при n равно 2, да? При n равно 2. Там-то все очевидно, а здесь, получается, нет. То есть, при n равно 1 – это совершенно разные вещи, и она не доказана, гипотеза Дексине. Но начиная с n равно 2, она просто превращается в проблему Экобиана, гипотезу Экобиана. Да, там, по-моему, двоймерная гипотеза Дексине, эквивалентна немерной гипотезе Экобиана. А, вот там. Все, понятно. А… Значит… Ну, это начиная, соответственно, с 4. Насколько я знаю, вот эту эквивалентность установили в такой японской математике, к сожалению, не помню фамилию, а потом это переоткрыли… Это не Канель? Да, Канель берется в конце. Я просто слышал его лекцию по этому поводу, и какое-то время я даже держался, то есть я чуть-чуть понимал, что происходит, но потом я уже вырубился. Но я помню, что ты когда-нибудь рассказывал там… Было какое-то, да, какое-то очень живое обсуждение было про это. Вот. Ну, почему я это все говорю-то? Так… Вот теперь давай возьмем, например, эллиптическую криводу, или какую-то другую криводу, неважно. Так, можно перейти на это, да? Или стереть, или перейти на соседнюю. А, можешь, да? Нормально. И давай вот рассматривать множество решений вот этого уравнения, но только не в рациональных числах, а в целых числах, да? Элемент лежит в первой аутбревельной. Вот. Тогда на множестве решений действует группа автоморфизма в первой аутбревельной. Сейчас, а эти остаются числами или… Да, это числа. А, это числа, да? То есть, если у нас икс, икс, икс – это решение уравнения, то очевидно, что фи от икс и фи от икс – это тоже решение. Для любого автоморфизма. Да, любого. Да, так вопрос, значит, здесь… Вот тут как бы была коммунитативность у нас, здесь она теряется, но так как тут только квадраты и кубы, то это имеет смысл. То есть, если бы там они друг на друга домножались, если бы был член yx, то уже непонятно было бы… Как бы… Ну, уже было бы разное уравнение для xy и для yx. Ну да, если бы перемены, то все нормально, да? Ага. И альфаиты, еще раз, это рациональные, да, числа? Нет, ну, они могут быть комплексные. А, просто любые комплексные числа? Можно более сложные вопросы задавать, которые сейчас стимулируют. Альфа и рациональные числа, и алгебра и Вега над рациональными числами. Угу, так, хорошо. Ну, то есть, у нас есть вот множество решений, и на этом множестве решений действует группа автоматизма. Ну, естественно, вопрос возникает, как устроено множество орбит. Ага. Что это такое? Как устроено множество орбит? Множество орбит. Действия группа автоматизма и фабуры Вега на множестве решений. Угу. Вот. Ну и тут, значит, вот, есть такая теорема, которую буквально на днях выложил в архив Саша Жигов со своим китайским соавтором. Саша Я знаю. Да. Я эту теорему давно узнал, а он мне давно о ней говорил. Но сейчас он должен показать. Вот я буквально вчера это обнаружил. Значит, утверждение такое. Предположим, что для какого-то уравнения, F, множество орбит конечно. Ну, то есть, вот аналог. Ну, F у нас вот. Да? Ну, на самом деле. Ну, даже для этого. И все или любой другой. А, ну, понятно. Ага. Також, что нужно орбит конечно. Тогда вот гипотеза к семье верна. То есть, вот такой некоммутативный аналог вот этой вот гипотезы Мордео возникает. Ух ты. Ух ты. Сейчас. Значит, надо осознать это. То есть, еще раз, F здесь предполагается энтоморфизмом или автоморфизмом? Ну, мы не знаем ничего про этоморфизмы. Поэтому мы предполагаем, что это ручные автоморфизмы. Да, ручные автоморфизмы. Да, ручные автоморфизмы. Которые мы все знаем. Так, и у нас получается... Если для какой-то кривой множество орбит конечно, то тогда гипотеза к семье верна. Хотя бы для одной эллиптической кривой, да? Ну, вообще неважно. Не знаю. Иголь квадрат равно икскурив плюс один. Возьмем, да, если для нее доказано что. Ну, скорее всего, для эллиптической там, на самом деле, это не так. Я сразу скажу. А-а-а. Нет, к сожалению, не так. А-а-а. То есть, утверждение про более сложные, да? Да, про более сложные. Нет. Если найдется хотя бы один поленом, где множество орбит конечное, тогда гипотеза к семье верна. Но при этом эллиптически не годится? Эллиптически заветомо не годятся. Там можно построить серию... А, если можно построить поленом, ну, грубо говоря, более высокого ранга, да? Вот так, да? Хоть один поленом более высокого ранга, где будет конечное множество орбит, то верна гипотеза к схеме. Ага, понятно. Да. Либо, если как-то удастся хотя бы для одной кривой, хотя бы вот даже для простейшей, Y в квадрате равнице к X в хубе, описать... То есть, один... Ну, наверное... Можно выражено. Можно выражено. Вот, если хотя бы для одной кривой удастся описать множество орбит, это дает шанс сравнить автоморфизм и эндоморфизм. Вот, это вот такой вот подход, и он довольно забавный, интересный. Вот. Я вот сейчас хотел бы вам сказать какие-то результаты. Да, давай, давай, давай. По этой теме. Это уже непосредственно твои, да? Ну, не только мои. Ну, там... Ученики что-то получили, какие-то результаты. Угу. Вот. Ну, теперь давай, скажем, возьмем эллиптическую кривую. Ну, предположим, что у нас есть два дифференциальных оператора, которые предваряют это уравнение. Вот тогда оказывается, что отсюда следует, что вот эти операторы, они коммутируют. L, 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 L... Ну, какие-то... Как мы это назначим? A? A или L? В X, Y? Нет. Ну, допустим, да. L, 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 L... Да. Удовлетворяют... Уравнению... Вот это вот. Да. Один. Один. Уравнению один. Так. Тогда следует, что они, на самом деле, коммутируют наше собой. Опа. Это как-то сразу можно понять или это... Это не так. А просто понять. Вот когда переменные разделяются, это довольно просто понять. Но там опять же нужно... Псевдодифференциальный оператор, который Шур ввел, использовал при доказательстве утверждений, связанных с коммутирующими операторами. То есть это не так просто. Понял. Но верный факт, да? Но верный факт, да. Но верный факт, да. Так. То есть решения этого уравнения всегда попадают, ну вот, в какие-то, в какие-то, значит, подалгебры коммутирующих друг с другом, да? Все время. То есть каждый раз натянутые на решение. Ага. Прикольно. Так. И теперь я хочу перейти вот к таким операторам, которые коммутируют между собой. Да. Вот. Я сейчас расскажу несколько фактов. Ну, например, два многочлена, вот, два домножения, ну, домножение на любые многочлены, да, коммутируют? Это очевидно. Ну, если они нулевого порядка, конечно, не коммутируют. Если дифференциальный оператор нулевого порядка... То, естественно, коммутируют. Но будет что-то более интересное, да, в буквании. Да. Так. Вот. А, у многочлена Д, да, тоже? Сейчас. Ну, многочлена Д с постоянными, естественно, тоже коммутируют. Да, 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 да. С постоянными, но не с естественными. Да. Так. Ну, теперь вот о чем, собственно, речь? Вот что это за условия такое? Что два оператора перестановочные. Вот у нас есть дифференциальный оператор, да, у них есть коэффициенты. Да. Вот условия коммутируемости двух операторов – это сложная система нелинейных дифференциальных уравнений вот на эти коэффициенты. Да, 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 да. И вот, собственно, речь идет о решении вот этой системы дифференциальных уравнений. Вот. И, по-видимому, первый, кто получил результаты о таких уравнениях – это был такой… Валенка. Значит, он рассмотрел… Это было начало прошлого века, 20-го, 100-го лет назад, да? Да, 90-й год, что-то такое. Значит, он рассмотрел самые такие вот естественные случаи, когда, скажем, один оператор имеет первого порядка, а второй оператор – производник. Вот. Ну вот оказалось, что если мы берем… Сейчас, первого порядка означает, что D входит только линейно. Да. А многочлены любые входят? То есть любой многочлен на D… Это даже можно не многочлены рассматривать, а коэффициенты, какие-то гладкие функции. А. Угу. Вот это все верно для… То есть линейные с коэффициентными в гладких функциях. Да. А M любой, да? Да. И вот в этом случае он доказал, что вот этот оператор порядка M будет являться полиномом от оператора первого порядка. А. То есть очередной случай. Да, это чудес. Конечно, если один полином от другого, то они коммутируют. Да. Еще он рассмотрел случай, когда один оператор… Другой порядок? А другой оператор M в третий порядок. А другой оператор M в третий порядок. Вот это, пожалуй, первый нентривиальный случай. Ага. Вот. И в этом случае, там делая замены переменных и беря сопряжение с помощью какой-то функции, вот в этом случае сводится к оператору Lame. Это будет минус dx в квадрате плюс P функция D трасса от x. Я не помню, кто это? П функция D трасса. Кто это? Это, значит, мироморфная двояко-периодическая функция на комплексной плоскости, которая имеет единственный полюс второго порядка в нуле. А новый порядок в таком уровне. И штрих в квадрате равняется 4 P в кубе от x плюс там какой-то G0 и от x плюс константа G. Так, 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 это там какая-то сумма двойного ряда, да, по всем этим самым. Там решетка, да, рисуется на плоскости, по-моему, да? Ее можно по-разному сдавать. Ее можно сдавать в виде произведения. Можно вот как-то... Я слышал звон. Можно сдавать как сумма по решетке рациональных функций. Но для нас что важно? Что это двояко-периодическая функция? Ну, то есть натория. Да, она пригнана на электрической кривой. На электрической кривой. У нее единственный полюс второго порядка в одной точке. Ну, в нуле. На самом деле это уравнение, это и есть уравнение той электрической кривой, на которой живет эта функция. Так. Вот это вот Паленберг. Сейчас. А M равно 3 какой оператор? Я его попробую по памяти написать, но если ошибусь, то не сильно. Так. От оператора третьего порядка это значит здесь dx в кубе плюс 3 вторых π от x dx. Опять эта функция, да? Да. Плюс 3 четвертых π штрих от x. Ага. Так. То есть утверждение состоит в том, что если оператор второго порядка третьего коммутирует, то делает замену переменок x и беря сопряжение с помощью функции. Ага. То есть мы можем оператор сопрягать. Справа умножить на f, а слева умножить на f минус 1. Это вторая функция. Вот. То вот после таких преобразований оператор второго порядка... А, там есть вот эта группа симметрии, да, на коммутирующих операторах. То есть если я оба подвергнула такой операции, то они все равно с нас коммутируют. И у нас вот как бы с точностью до этой замены, да, вот, на орбите этой группы будет существовать вот этот вот. Да. Где-то вот этот представитель. Который будет состоять из-за и 2 вот такого, и 3 вот такого, и все, да, просто. То есть как бы nrm2 и nrm3 полностью этим описываются. Так. Теперь придется стирать, да. Следующий интересный тянем доказал, доказал, бух научалки. А, нет, Шуру. Следующий результат принадлежит Шуру, Исай Шуру. Это тоже еще очень давно, 100 лет, да? Это следом за Воленбергом примерно 1905 год. А почему они тогда вдруг стали этим интересоваться? Тогда же ни гипотезы, наверное, ни капиана еще никакой не было, или уже была вообще вот эта связь вся? То есть это был какой-то спресс интереса к этой теме, да? Или это вокруг аэтических левых было? Я не знаю, как вот. Ну, видимо, это естественные задачи, видимо, они начали как-то интересоваться. Приложений тогда никаких не было, никаких результатов. Приложения появились там существенно позже. К симптомным уравнением, например. Ага. Тем не менее, значит, вот следующий результат принадлежит Шуру. И шлем, пускай, Шуру. Примерно в 1905 году. А, это все те же аж пока. Это тоже Исай Шуру, где вот эта теория представляет. Он доказал следующее утверждение. Вот предположим, что у нас есть три оператора, скажем, не нулевых порядок. ЛН, ЛМ, ИЛК. И предположим, что ЛН коммукируется ИЛК. Так. И ЛН коммукируется ИЛК. Угу. Оказывается, что отсюда следует, что и ЛН коммукируется ИЛК. Ага. То есть коммутирование можно проводить через вот такие вот цепочки транзитивности. То есть что здесь, собственно, доказано. Вот у нас есть одна огромная система нелинейных дифференциальных уравнений на коэффициенте этих операторов. Есть другая система нелинейных дифференциальных уравнений. И оказывается, что из этих двух систем следует третья система нелинейно-дрянциальных уравнений. Вот. доказательства фантастически красивая вот естественно эти уравнение исследовать невозможно вот и шур доказал это очень изящно с помощью алгебраическими методами что впервые я не знаю может какое-то приложение но вот он с помощью тех дифференциальных операторов доказал а что такое все я не задал вопрос на самом деле я не помню даже если я когда-то знал то я забыл такая формальная сумма а дальше идут формальный хвост бесконечный но дифференцирование вот этих белых бесконечных хвост вот он естественно уже ни на каких функций вообще говоря не действует но вот эти псевдо дифференциальные операторы они образуют кольцо их можно перемножать формально и это кольцо ассоциативное и интересно что шутер доказал шут доказал что если у нас есть дифференциальный оператор то его можно запрячь с помощью некоторого псевдо дифференциального оператора с что вот этот дифференциальный оператор превратится в оператор ну даже вот такой вот а с этот оператор такого взять единица плюс там какой-нибудь в один от x и так далее сейчас а я надо здесь сейчас произвольный дифференциальный оператор любой дифференциальный оператор с помощью сопряжения в расширенной группе превращается в значит доказывается очень просто нужно вот с минус 1 вправо перекинуть и просто вот формально это равенство рассмотреть и там коэффициенты вот этого оператора с они находятся по индукции а понятно то есть доказательства понятно как деление рядов там обычно на первом курсе да там делается просто на каждом шаге можно это сделать ну и все знаешь до бесконечности можно сделать ага так вот что это дает вот мы можем предположим что вот эти два условия выполнены тогда мы можем ln сопрячь с помощью s чтобы получить оператор с постоянными коэффициентами и лк мы сопрягаем но другим да с помощью s так же вот тогда как а в смысле в этом случае можно использовать один и тот же s да да один и тот же используем для сопряжения это как-то просто да понять нет мы просто сопрягаем но lk вообще говоря непонятно во что переговорить а все дифференциальные операторы будут сейчас то есть мы берем это равенство сопрягаем ln и записываем s ln s-1 s lk s-1 да и равно этому да и тогда вот этот s lk s-1 оказывается псевдодифференциальный оператор да который дает уравнению dxn от него равен он на dxn да коммутирует с dxn и тут уже просто проверкой влог проверяется что если какой-то псевдодифференциальный оператор коммутирует с оператором с постоянными коэффициентами у него коэффициенты тоже постоянные ага это просто ну сразу нежно следует так и здесь тоже самое да только здесь есть место надо было не ln lk да значит тогда у ln и lm будут постоянные коэффициенты в обоих а тогда они будут ну те будут по очевидной причине потому что это просто многочлен без функции от b да вот такую изящную доказательство невероятно как это может работать да вот потом вот этот все эти дифференциальные операторы забыли надолго и они появились опять в математике насколько я знаю в 70-е годы ах значит гельфант гельфант их использовал у нас в Советском Союзе а в Японии это сатань вот так ну на самом деле Шуром первого использовал вот таким эффективным образом обалдеть ну там это связано было с теорией салитонов хорошо значит вот лему Шуром мы уже забрали очень красивый результат изящный значит следующий результат принадлежит двум англичанам Бог научал они доказали вот свою знаменитую лему если у нас два дифференциальных оператора коммунируют так то отсюда следует существует не нулевой поленом а двух переменных Z и W это поленом да который который зануляет эти два дифференциальных оператора то есть U U U U U U U это это 24-й а это еще давно очень 24-й 20-й 20-й год коммунирующий оператор зановляется некоторым многочленом ну я могу даже идею рассказать как доказывать или мы опустим это наверное опустим опустим не успеем вдвоем вот вот этот поленом в теории селитонов в частности в теории коммунирующих дифференциальных операторов он играет вашу роль красиво очень красиво а именно вот нули этого поленома параметризуют совместные собственные числа этих операторов что это означает предположим что у нас есть совместная собственная функция коммунирующих операторов ELN и ELN то есть ELN psi равняется Z psi ELN m psi да да так вот оказывается что вот эти Z W они не могут быть какими попало а именно они удовлетворяют вот этому уравнению вот Z W равно нулю то есть вот у нас получается такая замечательная карта кажется ну типа кажется это очевидно или мне нельзя это кажется если такой поленом мы знаем что существует то вот отсюда это очевидно а если не знаем ну да да получается такая картина вот у нас есть коммутативное кольцо дифференциальных операторов а вот по лиме Шура коммутирующие операторы не кольцо в совокупности образуют и у нас есть и у нас есть некоторая гибраическая кривая вот я ее как гладко решу сейчас коммутирующие операции операторы образуют кольцо имеете ввиду что если мы возьмем какие-то вот два потом еще ну то есть в каком смысле коммутирующие операции образуют кольцо просто берем вот кольцо натянутое на вот эти вот три это допустим у нас есть два оператора которые между собой коммутируют и есть какой-то третий которые с одним коммутирует то 음 то он входит в максимальных коммутирующих тогда с ней связана некоторая гибкая кривая вот эта кривая называется спектральной кривой вот этих коммутирующих дифференциальных клавок Вот это спокойно вот это для 2 берется если максимальное кольцо но это тогда вот это кривая будет накрытием хорошо и дальше что у нас есть у нас есть . п на этой вот брошечка кривой с координатами да есть одна бесконечно удаленная . это финна кривая там она с одной точкой на бесконечность здесь могут быть сингулярности внутри бесконечности она была вот и тогда вот каждой точке у нас соответствует пространство совместных собственных функций для этих операций у нас получается такое рассвоение вот над этой алгебраической кривой на дофины частью вот такая красивая картина точки ноги борис очень играет и кривой это выросла и уравнения и они являются собственными совместными собственными числами какой-то одной одной функции то есть для любой но в ту сторону мы вот показали что если есть совместная собственная функция то эта пара там есть а ты держишь обратно то что существует любой пары можно найти до такой функции что она будет да 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 и вот такие функции они образуют векторное пространство очередное то есть сумма таких двух функций снова удовлетворять этому и вот в каждой точке кривой свое векторное пространство то получается такое рассвоение до этого гибридической кривой рассвоение или там может быть скачок размерности может быть скачок размерность если кривая сингулярно причем может быть скачок как в одну сторону как в другую как вообще говоря сингулярно включили пучок некоторые так так вот вот такая картина вот и вот после дворного чауди эти результаты были забыты и к ним вернулись только переоткрыли уже 70-е годы нашел тут на самом деле время не так много это очень интересная история значит здесь мы можем вы мы можем сказать что приедем но да так что попробуй попробуй да все-таки сформулируйте хорошо это я историю это я сформулирую я хотел сказать об истории вот как в 70-е годы эта наука развивалась там есть замечательная работа и сергей петрович новикова герметич кричевера так я кратко рассказать давай давай да вот это значит до двадцатые годы в 70-е годы там была такая история наша дачу советским тематике просто живые классики да да вот я хочу рассказать о теореме новикова то что значит и петрович изучал вот такую задачу значит возьмем оператор второго порядка минус 2x квадратный плюс у от x одноверно оператор Шрёдингера или там вот и будем считать что у это кладкая функция периодически у от x плюс tau равняется у от x так теперь я хочу напомнить одно определение вот предположим что у нас есть собственная функция у этого оператора L2Psi равняется какой-то ну допустим L2Psi мы находимся сейчас в вещественных числах или в комплексных то есть в комплексных то в смысле да вот для простоты считаем что у вещественная периодическая функция и tau это вещественное число да так вот и вот рассматриваем L2Psi давай тоже считаем что это вещественное число ага вот это собственный функция так вот функция L2Psi называется блоковской если она обладает таким свойством вот мы ее сдвигаем на период а она умножается на такое число L2Psi там вот эти Psi L2Psi 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 вот такая функция называется блоковской так ну здесь же комплексные появляются то есть да здесь L2Psi 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 лямбда принадлежит спектру флаки если для нее найдется буховская функция спрашивается собственно собственно которая при сдвиге на период умножается на комплексное число по многим единиц но и спрашивается как вот эти вот как устроен спектр флаки вот оказывается что это вообще говоря набор таких отрезков от длины которых стремятся к нулю на плюс и минус бесконечности в общем случае но был замечательный пример насколько я знаю возможно это был единственный пример который зал сергей петрович когда спектр флаки состоял бесконечного числа отрезков один из которых у бесконечно а именно это пример оператора вам и если решетка периодов инвариантно относительно вещественного сопряжения комплексного сопряжения вот то вот эта функция на вещественном при вещественных икс например 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 прямой они внутри вольтах годится и вот этот потенциал он вещественный и гладкий без полюсов пример оператора вам и когда этот спектр состоял спектр флаки из конечного числа отрезков вот вы что собственно себе то есть доказал он доказал следующую тюрему если оператор 2 коммутирует с оператором порядка 2 плюс 1 то у него спектр тоже конечный как для оператора вам и такие операторы называть конечно зоны нет нет ни когда я уже в первый раз из теории солитонов да это раз я вообще в эту сторону они когда в жизни ничего не изучал да такая связь дифференциальных уровней салгебрической геометрии в обратную сторону доказал если у нас оператор конечнозонный конечно чесать резко вот тогда он коммутировать с каким-то оператором порядка 2g плюс 1 вот это было середина примерно 70 74 а параллельно вот над похожими задачами в ленинграде работала группа матвеева сам матвея собственно яиц значит они исследовали там периодические решения уровня иконской дефриза и собственно вот из результатов яиц и даже можно сказать что в чистом виде это результат лица они значит нашли конечнозонные потенциалы такие операторы такие потенциалы выражается в терминах это функции многообразие якобы гиперлептической кривой вот вот такая вот история то есть вот вот эти еще помутирующий оператор возникает как конечнозонные операторы то есть спектральной теории этого было вот теперь что сделать кричиер это тоже ученик новиков и дубровин значит он давал классификацию коммутативных колец дифференциальных операторов значит вот тут вся эта наука делится разбиваясь на две части первая часть это означает что размерность вот этого рассвоения единицы то есть каждой точке спектральной кривой ровно одна функция одна функция с точностью до пропорциональности и второй принципиальный случай когда ранг больше единицы то есть когда рассвоение уже такое векторное рассвоение да и кричиер собственно дал классификацию вообще всех коммутирующих операторов значит вот и в случае ранга 1 эта классификация она очень эффективная в том смысле что кричиер вот эту функцию пси нашел явно терминах это функции может я расформулирую результат или ты до своих не успеешь дойти хорошо ладно в общем нашел вот эту функцию пси явно да эта функция называется функции бейкер и хиезер и он построил для нее явную формулу она является обобщением этих результатов матвеевый яиц мы его значит случае ранга 1 если мы знаем функцию сим и коэффициенты тогда найти можем у этих операторов как случае ранга больше единицы вот он до конца до сих пор не исследуем так каком смысле то есть вот классификация таких то есть вот такие операторы восстанавливаются с помощью так называемых параметров тюрина поиск с помощью спектральных данных которые в частности все включает параметр тюрина которые задают рассвоение высокого ранга на такой отец отец андрей андрей николаев над алгебраическими кривыми вот и значит вот что здесь было известно вот в этом случае случае когда спектральная кривая единица значит вот кричаверы новиков они выражаются через аллептические функции они нашли все операторы ранга 2 значит здесь вот есть операторы в этом случае будут операторы порядка 4 и оператор порядка 6 они просто явно вот нашли их вот и значит вот коэффициент этих операторов кричавера новикова они выражаются через аллептические функции антики форму эти могу показать но не то что дики но какие есть дороги форму вы включен некоторых функциональный параметр вот и не сергей петрович рассказывал такую историю вот но они естественно были очень рады когда они нашли эти все операторы пошел эти форму показывает гельфанду значит гельфан посмотрел на это и говорит хорошо а где тогда в ваших формулах пример дик семьи вот в этой статье по астроморфизмы дик семьи построил первый пример коммутирующих оператор с полиномиальными коэффициентами порядка в 4 и 6 это как раз в точности вот этим случаем покрывается и их пример пример дик семьи он такой вот этот оператор с четвертого порядка и он коммутирует шестого порядка вот этот пример дик семьи h это константа и между собой они связанным таким соотношением 56 квадрате равняется частности кривой биткойн очень такая вы выделены такая серия да круто так скажешь слово про свои да сейчас буквально значит он нашел операторы тоже случае лептической кривой оператора ранга 3 там уже операторы шестого и девятого порядка вот а вот каких-то примеров когда род спектральность его больше единицы не было известно значит вот там дело в том что такие операторы находить нужно решать так называемые уравнивание кричевера новикова на параметры тюрина это значит не линейное уравнение некоторые даже не буду говорить в общем там сложность они как бы определенного башки кривой вот там нужно строить некоторую рациональную функцию на гибридической кривой и там некоторые условия на полюса и на кефицент разложения этих функций в полюсах вот и в чем сложность когда род больше единицы эти уравнение даже непонятно как записать как он берешь кривую робот 2 как там эти уравнение написать там уже какие-то карты вводить чтобы это к нормальному виду привести вот в случае любительской кривой мы можем считать что мы живем на комплексной плоскости только у нас все лишь периодично а когда кривая больше непонятно вот и значит об этой задачи я узнал естественно из кондера сам штайман он был у меня уже руководителя вот но значит я долго мучился сначала построил примеры решений в случае кривой рода 2 и так как раз были оператор спалимярные дефиценты там довольно громоздкие формулы но тем не менее удалось решить потом модифицирую там идет конструкция еще удалось построить у 4 то есть пример коммутирующих дифференциальных операторов серию примеров серию примеров у которых будут вот это вот вот это вот кривая будет высокого рода вот и соответственно все понятно да и значит да но это было продвижение но я хочу рассказать вот один эпизод который моей жизни случился не знаю наверное такое никогда больше не повторится значит дело в том что когда рот больше единицы там такие уравнения на параметры тюбе даже записать непонятно это совершенно огромное уравнение не то что решать или записать непонятно как вот я был в китае я помню я сел кресло такой красивый думаю что такое вот я столько сил потратил решение этой задачи толку не очень много и даже провожу такие рассуждения задача очень красивая у нее должно быть красивое решение и тут я начинаю вспоминать вот эти вот свои статьи на эту тему думаю здесь может быть красивое решение но точно не здесь и думаю если есть красивое решение в латве должен быть очень простой и я этот ответ угадал вот это какой-то чудо я до сих пор не могу объяснить Ответ такой, мы вместо вот этого оператора диксини возьмем следующее. dx в квадрате плюс x кубе плюс α2x в квадрате плюс α1x в квадрате плюс α0 в квадрате плюс g умножить на g плюс 1. dx в квадрате плюс x где-то было уже, да, вот оно, а это другой порядок, а здесь другой, да, мне кажется, что этот оператор, он коммутирует с оператором порядка 4g плюс 2, вот, и здесь уже кривая, она гипераллиптическая, да, в смысле более высокого ранга, да, рода, ранг здесь 2, ранг 2, а род, род G, род спектрами кривой, гипераллиптическая, да, ранг, я забыл, ранг это что такое, это сколько, сколько функций, да, в этом уравнении, сколько решений уравнений при эффективных собственных значений, да, абсолютно понял, понял, ага, вот, ну а потом, я угадать-то угадал, потом месяц мне понадобилось, чтобы примерно доказать это, в общем, для произвольного уже, а потом уже из-за этого доказательства там примеров можно строить сколько угодно. И предыдущие как бы следует, да, из-за этого? Ну, в примерах, вот, когда род больше единицы, там дальше можно автоморфизм или к этому применять, и ранг можно произвольно добиться, там, Олег Иванович Мохов, эти дела со своими учениками, вот, в общем, я не знаю, что это было, но как это можно было угадать? Ты просто взял и написал формулу, да? Да, я не знаю, то есть это, наверное, единственный раз в жизни такой. Сел в кресло и написал. Я сел и видел, потом начал проверять на компьютере. Да, ну вот, смотрите, друзья, вот, как бы, мы живем, да, мы математики занимаемся примерно для этого, на самом деле, если так честно, да, потому что иногда, раз в несколько лет происходит прозрение, причем далеко не с каждым из нас, только с некоторыми из нас происходит прозрение, а потом мы про эти прозрения рассказываем другим, разбираем и рассказываем. Вот, я хотел бы, да, в этом разобраться, здесь, в каком-то смысле, ну, как бы, мое начальное понимание находится чуть-чуть выше, чем в случаях, когда, вот, предыдущие, да, эти ролики, скажем, с Мишей Финкенбергом, то, что мы разбирали, до этого мне дотягиваются дольше, в смысле изучения литературы. Здесь, вроде как, все ближе, и можно, да, можно будет попробовать вот к этим вещам, да, прикоснуться. Ну, в общем, друзья, всем я... А, ты... Я еще, последняя фраза, про эти орбиты. Ага. Вот, вот появился метод, как строить такие операторы, и, значит, вот мы с Жиговым, с Сашей доказали такую теорему, что, если мы берем эллиптическую кривую, то там орбит всегда бесконечно много. То есть, как это доказывалось? Просто строим серию примеров и доказываем, что... Неэквалентно. ...что орбит там бесконечно много. Да. И есть примеры кривых, когда рог больше единицы, гиперэллиптических, когда орбит тоже бесконечно много. Вот, то есть, вот это вот такое наивное представление. А, а мы начинали с того, что если хоть для чего-то будет конечное число орбит... Да, да. То есть, такой вот самый первый шаг, ну, по крайней мере, это позволило хотя бы хоть что-то сказать про множество орбит. Да, понятно. То есть, это подступы туда. Подступы к этим самым. К гигабиану, вообще, по сути. Потом еще вот Саша, моя студенка, она, значит, эти результаты обобщила, ну, когда над рациональными числами. То есть, может быть, на С не работать, вдруг над рациональными числами. Но там тоже, к сожалению, у биолептической кривой тоже орбит бесконечно много. И она на Z надо попробовать. Да, очень интересно. Андрей, спасибо огромное. Прям вообще супер. Андрей, дорогой, значит, сейчас мы обсудим вот этот вот момент, связанный с твоим назначением ИО-ректора. Директора. ИО-директора, да-да-да-да, института. Значит, главный вопрос, который формулируют, ну, вот, так сказать, оппоненты, состоит в следующем. Как получилось, что, проиграв выборы, ты стал ректором? Директором. И как ты сам, ну, как бы, вот, ну, то есть, ты получил предложение, да, такое, стать директором, и его принял, да? Ну, и вот, как бы, вопрос, как твоя видность ситуации, что, почему, во-первых, так вышло, что тебе предложили стать директором, независимо от результатов выборов? А второй вопрос, почему ты согласился, тоже, ну, всех интересует логика. Ну, там история была такая, значит, действительно были выборы, вот, на ученом совете выдвинули троих человек кандидатами, это, значит, тогдашний директор Гончаров и два его заместителя, Волков и Демиденко. Значит, я, ну, то есть, мне, значит, я тоже баллотировался, вот, и ученый совет меня не поддержал, я набрал ровно половину голосов, вот, а нужно было половину плюс один, вот, но меня выдвинули члены академии, такое тоже возможно. Вот, и потом дальше на разных стадиях шло обсуждение кандидатов, значит, это АУС, потом Один ученый совет по математике и информатике у нас здесь, потом Сибирское отделение, Президиум Сибирского отделения, потом отделение математики в Москве, Президиум РАН, и потом еще, насколько я понимаю, комиссия предпрезиденте. Так. Вот такие стадии были. Ну, и, значит, в Новосибирске АУС и Президиум САРАН нас поддержал, вот, а отделение математики, значит, не поддержал одного из кандидатов. Вот, таким образом, на этой стадии осталось три кандидата, это я, Ищу, Волков и Гончаров. Так. Вот, потом, насколько я помню, Президиум РАН не поддержал Гончарова по формальным причинам, поскольку ему в сентябре 70 лет исполнилось. Ага. Вот. Ну, и потом, значит, вот из двух кандидатов уже шел выбор здесь в институте, значит, я набрал, вот, насколько я помню, 90 с чем-то голосов, то ли 96-94, а Волков набрал порядка 180. Ну, такой порядок. Так. Вот. Ну, и, значит, потом уже ближе к 24 сентября, значит, меня пригласили в министерство, позвонили просто, там, по-моему, за три дня до 24-го, что-то типа такого. Угу. И там я встретился с Фольковым, Валерием Николаевичем, и он мне предложил стать исполняющим обязанности. А он как-то обосновывал решение? Нет. Он не сказал, что типа нас не устраивает кандидат, который победил по таким-то причинам? То есть этого не было, да, сказано? Нет. Просто предложил. Достаточно короткий. Вот. Ну, по-моему, еще не может, 5-10. Вот такой порядок. Вот. Ну, я согласился, поскольку, ну, раз я согласился участвовать вообще во всей этой эпопее, вот, странно было бы отказываться. Это, во-первых. Вот. Ну, а во-вторых, по-моим ощущениям, в институте надо делать перемены. Так. Вот. Это вторая мотивация. Да. Значит, ну, смотри, как бы, я по-второй, да, скажи. Значит, там мне потом претензии предъявили, что, значит, я нечестно поступил, вот, что Волков выиграл, а этим не менее дал согласие. Ну, мне эти аргументы странными кажутся. Вот. Это наш учредитель, значит, Министерство науки и образования. То есть, ну, у него были свои какие-то соображения. Ну, то есть, есть демократическая процедура, но есть там еще вопрос соотношения института и организации, которые его, как бы, да. И это понятно. То есть, вопрос такой, что ты согласился, потому что у тебя была программа, которая тебе казалась правильной. Да. Вот. Так вот, тогда, значит, надо, к этой программе можно перейти, да, то есть, что именно тебе казалось, что надо менять, да, то есть, какие в институте происходили, там, ну, грубо говоря, вещи, да, с которыми ты был готов, что называется, бороться, менять их и так далее. И какое твое видение на будущее? Вот так. То есть, два вопроса, да, что было до этого и что было не так, по твоему мнению, и что именно ты планируешь? Значит, вот в тот момент, когда я разрабатывал вот эту вот предвыборную программу, я понятия не имел, что здесь происходит в финансо-хозяйственной деятельности. Значит, это потом выяснилось уже довольно быстро, когда я стал исполнять, стал исполняющим обязанности директора. Вот, там, многие, много очень странных вещей здесь было, которые мы сейчас устраняем. Вот, но по поводу научной части, вот, на мой взгляд, вот одна из проблем, которая, которая у нас есть, это следующее. Ну, это я и говорил откровенно. Значит, вот Малосибирск, там, что ни говори, а он находится достаточно далеко от многих крупных математических центров. Да, я ощутил, ощущаю каждый раз это, садясь в самолет. Это верно, да. Значит, когда наш институт создавался, сюда приехали, ну, гениальные математики, там, тот же Соболев, Сергей Леонидович. Вот, значит, и вот эти вот люди, которые сюда приехали, оставили после себя поколение учеников, те следующие поколения и так далее. Вот, ну, а так как все-таки вот эта удаленность, ну, эта объективная реальность есть, вот, многие, ну, не многие, но часть направлений стали вариться сами в себе. Вот, и от многих актуальных задач мы по объективным причинам дистанцировались. Вот. Ты планируешь это менять? И вот это, на мой взгляд, проблема. Вот. То есть, вот на мировой арене, вот там, вот, среди решения крупных каких-то математических задач, ну, вот, я имею в виду, там, совсем крупных, в последнее время Новосибирск, ну, не виден, если уж так откровенно говорить. Да, понял, я понял. То есть, логика следующая, значит, у тебя есть, в принципе, план действий, как эту ситуацию поменять. И в этом смысле уже не важно, выборы не выборы, да, потому что, если ты сделаешь этот план, судить будет тебя будущее поколение, а не сегодняшние, значит, коллеги. Это понятно, то есть, вопрос следующий, как ты будешь это делать? Как ты сможешь делать, чтобы сюда приехали действительно гениальные ученые? Какой у тебя план? Значит, план здесь такой. Конечно, вот, невозможно человека заставить, там, бросай эту задачу и берись, там, за проблему фирма, грубо говоря. Ну, фирма, да. АБЦ, да? Да, АБЦ. Вот. Тут, конечно, это дело добровольное. Тут невозможно никого заставить, там, решай вот эту задачу, не решай этого. Вот. Здесь нужно проводить такую, ну, мне кажется, такую политику. Нужно сделать, создать условия, чтобы сюда как можно больше разных замечательных людей, ну, вот как ты, например. Ну, я не очень ученый, но я понимаю, что ты стоишь на ученых. Да, ага. Вот. И чтобы как-то популяризовать разные направления, разные новые задачи, чтобы... Кстати, передаю, пользуясь случаем, передаю от некоторых коллег здешних, что нужно усилить направление алгебры и теории чисел, по их мнению, значительно. Вот. То есть, как бы вот прямо здесь сейчас, пользуясь случаем, передаю эту просьбу прямо во время нашей записи. Вот. В том числе и в университете, чтобы курсы соответствующие читались и в институте, это деятельность. Вот. То есть, алгебра, теория чисел. Ну, кстати, вот алгебра, на мой взгляд, очень сильно представлена. Вот. И в Новосибирске вот были как раз выдающиеся открытия, вот именно алгебраические. Ну, это вот, естественно, вот, например, Филдская медаль Зельманова, вот, это вот замечательный результат у Мирбаева-Шестакова об автоморфизмах на гад. Вот мы сегодня... А. Это какие годы? Сейчас. Сегодня мы говорили про автоморфизм и эндоморфизм первого Габравилля. Да. Вот. А была такая проблема, она, по-моему, в 70-е годы была сформулирована японским математиком Нагатой. Значит, он предъявил явно автоморфизм кольца полиномов от трех переменных, там, c от x, y, z. Угу. Вот. И вопрос был, является ли это автоморфизм ручным. Вот, как мы сегодня разбирали. Вот. И вот это вот замечательное достижение. Автоморфизм самого кольца или дифференциальных операторов? Нет, нет. Там кольцо полиномов от трех переменных. Да. Там нету... Нет, просто автоморфизм, да, c от x, y, z, да. И он явно был представлен. То есть есть конкретные формулы, их можно в Википедии посмотреть. Вот. И вопрос был, является ли этот автоморфизм ручным. Вот. Значит, с помощью компьютерных методов, там, эта гипотеза была проверена, там, я уж не знаю детали, но много что было проверено. А строгого доказательства не было. Вот. И вот, как я сказал, у Мирбаев, он выпускник нашего университета, совместно с Шестаковым доказали, что этот автоморфизм не является ручным. Вот. То есть он там более хитро устроен, не то, что мы сегодня рассматривали. Вот это вот, к примеру, такое замечательное достижение алгебраистов из нашего института. Ну, сейчас они, к сожалению, у нас работают. Ну, не важно. То есть у тебя есть идея вернуть в институт вот людей такого уровня? Ну, это сложно сделать. Как ты планируешь сделать при условии сегодняшних финансовых институтов? Нет, это делать очень тяжело. В ограничениях. Ну, хотя бы, по крайней мере, чтобы приезжали разные люди, какие-то новые задачи давали, какие-то лекции. А, то есть маятниковая, да? Как бы у тебя идея маятниковая. Мы привозим на некоторое время всех. Я приехал, ну, я простую лекцию прочел, а вот там, например, Коля Тюрин приехал на некоторое время. Вполне уже, да, может приехать, поработать здесь, уехать. То есть идея привозить. Привозить на некоторое время людей. Нет, у меня там, если речь о программе, там много шагов есть. Ну, то есть вот у нас сейчас есть международный мат-центр, который возглавляет в Дуэн, Евгений Петрович. Угу. У нас в институте. Вот. И с помощью него там многие программы реализуются. И сейчас с этими финансовые возможности у нас есть возможность привозить, ну, грубо говоря, там, кого угодно. То есть делать с них финансы. Угу. То есть не просто деньги идти на зарплату пускать. А вот именно. А вот в смысле денег на зарплату. То есть молодые приходят в институт, если у них есть понимание, что они смогут, ну, как-то дальше жить. В этом плане ты собираешься как-то что-то делать? То есть, ну, вот сейчас понятно, что зарплата во всех институтах, ну, близ как астрономическому нулю. И, наверное, институт математики не исключение, да, в этом плане. Ну, вот первый тривиальный шаг мы, там, очевидные шаги мы сделали. То есть мы навадили, там, элементарную финансовую дисциплину. Вот. То есть там, ну, в чем это проявлялось? Там непонятные надбавки, непонятные кому людей. Значит, мы это все обрезали. И вот с 1 апреля мы, там, проделав финансовые расчеты, мы всем научным сотрудникам повышаем оклад на 10%. Вот. Ну, это первый такой шаг тривиальный. Понятно, что это не очень много, но... Так, а дальше будет какая-то идея, что они включаются в грантовые группы или вот в этот мат-центр, если они будут работать. То есть, что мы обещаем? Вот, допустим, приходит молодой человек и говорит, я хочу здесь работать, да? Покажите мне зарплату. Ну, там, он смотрит, говорит, так, а как я буду жить? У тебя есть ответ, да, готовый, что ты должен включиться в какую-то исследовательскую группу или как-то еще? Нет, ну, это вопрос очень тяжелый с финансовым. То есть, очевидно, что просто там волшебной палочкой не махнешь и всем зарплату не повысишь. Ну, что, нужно на грант подавать, РНФ и так далее. То есть, вот многие, то есть, много групп, ну, много-немного, но часть групп поддерживается международным мат-центром. Да, понятно, международным мат-центром это первый ответ, как бы, да? Там, соответственно, да, проходят соборы, какие-то группы поддерживаются. Вот, вот, что касается, вот, первой части вопроса, как вот развивать здесь, вот... Ну, да, молодежная политика, это такое, как бы, вот, то, что вот задают среди вопросов, задают, как... Что такое молодежная политика, как ты ее видишь, как привлечь молодых сюда, да? Вот, здесь надо, значит, решения здесь простого нету. Здесь, вот смотри, вот когда я стал заведующим кафедрой в физмошколе, у меня там примерно стало, появилось понимание проблемы его образования. То есть, у нас проблема в чем была? С физмошколы, ну, она, собственно, остается. Очень много студентов, талантливых уезжают из Новосибирска. Ну, конечно, да. Великая проблема, номер один для России, да. Вот, с другой стороны, на Мехмате много лет не менялась программа, вот. Но студенты сейчас такие, что они прекрасно разбираются, какие образовательные программы в университете. Вот я, допустим, беседую с выпускниками физмошколы, они мне спрашивают под конкретным людям, то есть, они знают, кто лекторак, кто семинаристы. То есть, это люди очень осознанно подходят к выбору университета. Так. Вот, и такая вот первая тривиальная идея, вот когда я стал физмошколе работать, это было создать, поменять образовательную программу, хотя бы частично на Мехмате. Дело в том, что... Ну, и людей нужно найти, которые будут участвовать. И людей, соответственно, найти. Значит, и вот я проходил целый год на методическую комиссию на Мехмате нашим, был участником. Ну, и понял, что там поменять ничего невозможно. По очень простой причине. Каждая кафедра борется за свои часы. То есть, вроде бы, люди и соглашаются с аргументами, что нельзя такую нагрузку делать, там надо что-то менять. Ну, а часов не отказываются. И вот, значит, вместо этого была создана так называемая исследовательская группа на чистой математике. Значит, там удалось, подают специальную группу, поменять программу. То есть, она направлена более на такую фундаментальную математику. Там меньше прикладных вещей, больше чистых вещей. Ну, и так, условно. Участвовать в теории чисел, алгебры, 4 семестра и так далее. Туда приглашаются преподаватели соответствующие, которые могут более углубленно читать. Ну, те же самые люди с кафедры алгебры. То есть, они отдельно читают. Они вчера были, наверное, да, на моем? Ну, кто-то был. Так, так. В завкафедре был. Вот. И сейчас это уже третий год идет. Ну, и с каждым годом все лучше и лучше. Первый год не очень много пришло студентов. Второй год из физмошколы стали поступать на эту специальную программу. Ну, и третий год тоже. То есть, первая задача оставить здесь учиться, потому что вряд ли из Москвы приедут работать в математике здесь. А вторая, значит, если здесь все-таки удастся оставить их учиться, следующие-то сюда уже условия, чтобы они включались в мат-центр, да? Да. Значит, в чем, на этом специальном потоке, в чем основное отличие? Там, значит, есть так называемый следовательский семинар. Значит, в чем его идея? И чтобы студенты с младших курсов пытались найти, что им интересно. То есть, они на первом курсе... То есть, на этом семинаре мы сначала приглашаем разных людей из разных направлений, чтобы они как-то, студенты, могли понимать, чем они могут заниматься. А потом уже студенты, выбрав себе научного руководителя, тему там начинают курсовые рассказывать о своей. Вот. И вот так первый, второй, третий год. Вот. И надо сказать, что эта система заработала. Вот. Вот эти студенты с этих групп действительно очень активны, ходят на разные семинары, пытаются что-то изучать. Вот. И сбылась моя мечта. Вот эти вот студенты из Левской группы стали работать с физмошкольниками. В частности, вот, когда вот я не могу с физмошкольниками свой еженедельный семинар проводить, я вот студенты со второго курса. А не могу. Да. Приходят и занимаются. Да. То есть, вот эту вот проблему кадров, ее не решить там в ближайшие годы. Это целая программа от физмошколы, от школьников до вот этой следствийской группы. Сейчас надо магистратуры тоже, соответственно, программу менять. И, значит, мы благодаря МОЦентру приглашаем людей, ну, в том числе из Москвы, из Питера. В этом году меньше было. В прошлом году больше было таких мини-курсов по разным направлениям. Вот. И там студенты вот как-то пытались ныкнуть вот как раз вот те задачи в те направления, которые у нас менее представлены. Вот. Это вот такая программа вот развития вот на молодежь, она довольно продуманная. Она на много лет вперед и быстрого решения здесь. Да, понятно, понятно. Теперь по поводу еще одного шага. Значит, ну, вот как ты знаешь, вот во многих странах есть международные математические институты. Вот, например, если взять Бонн, там в этом маленьком городке, там меньше миллиона живет, насколько я знаю, там два международных математических института всемирно известных. Да. Это институт Макса Планка и институт Хаусдорфа. Ну, и казалось бы, зачем немцам тратить деньги, чтобы людей со всего мира приглашать, там обеспечивать всем необходимым, вот, чтобы они там пожили и уехали. Ну, ответ очевиден, да, позитивное влияние на всю атмосферу. Там варятся профессора со всей Германии, там общение происходит, их приглашают с лекциями по всем университетам. То есть ты берешь такую модель из основы, попробуешь это сделать в Новосибирске? Лучше даже. Ну, не то, что лучше, вот, я сейчас доскажу. Рядом там находится, в Шварцвальде, это как его, в Абервольфах, в горах, там прекрасные здания, туда так же люди приезжают на неделю. Их там селят, все условия созданы, там они либо конференцию проводят, там, или исследования в парах, и так далее. У нас, на самом деле, Академгородок выгодно отличается от многих других мест. У нас тут прекрасные условия. Да. Именно только уметь пользоваться. Вот, вот, в частности... Магия места, безусловно. В частности, если вот зайти за наше здание, ну, там лес просто, сосновый лес великолепный. Вот, и одна из идей, которая вот у нас есть, построить на территории нашего института вот такой международный мат-центр. Вот, и там нужно создать условия для людей, то есть, чтобы там были места для офисы современные, там, офисов, конференц-зал, вот, и, естественно, чтобы там люди могли где-то жить. И вот тут вот некоторые коллеги нашего института, недобросовестные, на мой взгляд, ну, в частности, бывший директор, он вот из этой идеи выхватил только то, что я хочу построить гостиницу. То есть, вот из этого мат-центра только одну мысль, гостиницу, вот, и везде вот это вот в прессе, ну, солится, что я хочу на базе института построить гостиницу. Вот, я нигде отдельно про гостиницу говорил. Вот, у меня брали интервью на телевидении, я рассказывал про мат-центр и объяснял, для чего это нужно. Да, понятно. А потом там недобросовестные люди обрывают и говорят, что я строю гостиницу. Никогда я про гостиницу отдельно не говорил. Это, ну, просто бессмысленно. Вот, и, значит, для чего это нужно? Вот, у нас в Сибири большие проблемы преподавательственными кадрами в вузах. Вот, то, что вот мне ближе, я сам родом из Кузбасса. Вот, я в 80-е годы, будучи школьником, ходил в наш замечательный педоинститут Новокузнецкий. Вот, там замечательный преподаватель был, там, доценты, профессора. И они много сил отдавали, возились с нами. Вот, там, и лекции читали по физике, и по математике, и по информатике. Вот, такая была потрясающая атмосфера. Вот, ну, сейчас, к сожалению, это фактически педвуза. Подготовки учителей математики нету, фактически. И та же самая проблема еще с Кемеровым. То есть, грубо говоря, вот наш соседний регион, Кузбасс, там негде готовить высококлассных преподавателей математики для школы. И, насколько я понимаю, вот эта проблема, она типична, вот, по многим городам. Это да, это я могу много рассказывать, да, про это. Да. То есть, ты строишь мат-центр, ты строишь мат-центр, это твой план. Ну, понятно, что это... Ну, это вот один план. Для чего это нужно? Это вот, с одной стороны, нужно приглашать новых людей, а с другой стороны, мы должны создать условия, чтобы преподаватели, вот, из других вузов могли приехать сюда, вот. Вот. И создать им условия, чтобы было какое-то общение, чтобы они могли не только, там, по 20 часов преподавать, грубо говоря, ставить у доски, а чтобы было время заняться математикой, там, какое-то творчество свое. Вот такая одна из моих мыслей была, наших мыслей. Значит, это про развитие, все понятно. Про прошлое, ну, сейчас идет проверка, мы не можем сейчас ничего говорить, да, пока она не закончится, озвучивать, что было с прошлой администрацией. Но ты, ко слову, скользь, да, почему ты согласился принять предложение стать ректором, потому что ты не был доволен некоторыми решениями предыдущей администрации. Ну, не то, что администрации. И в том числе такими, которые сейчас, на самом деле, находятся под некоторой долгой проверкой, поэтому мы сейчас... Ну, на самом деле, если речь идет о министерской проверке, она была в декабре, она закончена, естественно. Вот, у нас была проверка из Министерства о финансово-хозяйственной деятельности. Да. Значит, нашли очень много нарушений, вот, ну, больше ста, там, ну, порядка ста. Это акт на больше, чем 160 страниц. Вот. И, значит, как после любой проверки, там с Министерством согласуется план действий, как устранять эти нарушения. Значит, мы этот план подготовили совместно с Министерством. Ну, точнее, там, нам просто говорили, как должно быть. И сейчас мы, вот, все силы брошены, вот, административно-проверческого персонала на том, чтобы устранять эти нарушения. Значит, ну, каков это план нарушения? Это... Если в двух словах, чтобы нам, да, не про это не очень долго, в двух словах, вот, главные, такие, самые главные. Ну, грубо, я просто принесла, значит, деятельность вот нашей организации, она регламентирована документами. То есть, любой шаг, он должен быть на основании чего-то. То есть, я не могу просто так взять и выписать надбавку, там, сотни тысяч, там, допустим, бухгалтеру. Вот. Для этого должны быть документы, почему я это делаю, на основании чего, там, это положение должно быть разработано. Ну, грубо говоря, вот такого сорта документов в институте не было вообще. Вот. Это нам все указали, и вот это вот мы сейчас все... Так, а вот с этим связан вопрос еще один, что, значит, есть со стороны сотрудников некий страх, что будет перерегламентация, что называется, перерегламентировано, что все будет, наоборот, слишком сильно зарегламентировано. Вот вопрос такой, что какие конкретные часы сотрудники института должны присутствовать на рабочем месте, пишут коллеги, да? И при этом многие сотрудники работают по совместительству НГУ и СУНС. Как это будет, как возможно будет такое совмещение? И если, как бы, не произойдет ли то, что они просто сбегут из институтов в те места, если их будет требовать присутствия? Или это по-другому выглядит, из них не будет требовать присутствия? Нет, ну, тут, наверное, речь идет о моем приказе, который был вот издан на днях, там, по-моему, первого апреля. Написано, да, первого апреля, да. Значит, этот приказ, это требование, это вот как раз по проверке. Значит, там, в чем сути, смысл объясню. Вот последние десятилетия институт просто пустел с каждым годом. Вот ты сидишь, допустим, кофе пьешь там вот за кофейня, и никого нет. То есть, институт просто пустой. Сейчас наша вот основная задача, его наполнить, чтобы сюда входила молодежь. Вот, кстати, вот для истейских групп, там, сейчас помещение выделяем, чтобы они могли тут время проводить. Вот. Вот это вот проблема. Значит, вот что сделала проверка? Значит, они взяли наугад четверых человек. У нас там внизу скут стоит, вот эта вот вертушка. И там можно исследовать, сколько человек присутствовал на рабочем месте, грубо говоря. И они посмотрели, сколько там посещений в течение года, вот этих выборочных четырех человек. И в акте написали, что нанесен ущерб там, ну, сотни тысяч рублей. Вот. Значит, просто вот что видели сами проверяющие? То есть, одно дело, там, народ бурлит, ходит, да, а другое дело, они приходят, там, час нету никого, два нету никого, три нету никого. Там, обед никого нету. Понимаешь, институт пустой. Государство тратит огромные деньги на содержание вот этого помещения. То есть, я сикарат, поговорить, есть идея вернуть людей на рабочие места, правильно? Есть идея такая, что в институте надо работать. Да, это надо работать, надо, чтобы молодежь. Я понимаю, что там люди в возрасте есть. А если люди, значит, будут, вот, как бы, при совместительстве, как это будет решаться? Ты как-то будешь планировать это отдельно, да, разговаривать с конкретными людьми? Значит, это надо над этим моментом думать. То есть, ну, тут есть два подхода. Либо вообще, ну, если откровенно говорить. Да, откровенно. Ну, по сути, так и будет. Закрывать глаза, если человек преподает в университете, все понимают, что он приносит пользу. Ну, понятно, да. Вот, естественно, таких людей... Ну, так ты и планируешь, да, поступить? Таких людей... Ну, я не могу это на камеру, если меня кто-то услышит там это... Ну, сейчас нас услышат, да, мотходит привет. Ну, мотходит привет, вряд ли залезут люди из министерства образования. Я вообще... Ты меня провоцируешь. Я понял, я понял. На которые я не имею права говорить. Я понял. Тогда я просто скажу, чтобы они не волновались, правильно? С точки зрения закона. Человек, который работает в любом государственном учреждении, в частности, в нашем институте математики, там есть определенный договор. Вот, в частности, в нашем институте коллективный договор. И в этом договоре прописано, что вот 8 часов с такого-то по такой он должен находиться. Вот. Ничего нового я не сделал. Вот. Просто в результате проверки этот пункт стал ужесточен. Нет, он абсолютно не ужесточен. Это просто требование, чтобы... Просто требование все. Оно было и раньше, да, на самом деле? Это было, по сути, раньше. Любое государственное учреждение возьмешь, там в договоре или там в коллективном договоре есть пункт, что 8 часов каждый день ты должен работать. Вот. И ничего из такого нет. Единственное, что вот в этом приказе мы новое ввели, это мы сделали в пятницу сокращенный рабочий день. То есть там этот приказ из двух частей состоит. И все люди в пятницу будут уходить на час раньше. Да, понятно. Вот. Вот это вот на самом деле новое. А первая часть, то что человек должен 8 часов работать, это не новое. Понял. Дальше уже вопросы решаются в частном порядке. Я бы так сказал, чтобы ничего не комментировать. Все люди разумеют. Все, хорошо, да. Значит, последние вопросы. Я, наверное, побежал на самолет, чтобы не опоздать. А, значит, вопрос, ну, достаточно жесткий, но ответ на него, видимо, требуется, да. То есть в институте присутствует социальный конфликт между дирекцией и ученым советом. Какие действия ты планируешь для устранения этого конфликта предпринять? Или ты не планируешь предпринимать действия, и он как-то сам рассосется? Ну, вот, грубо говоря, да. То есть если короткий можно дать ответ, то попробуй дать его. Значит, ученый совет избирается на 5 лет. Значит, полномочия этого ученого совета были, закончились еще осенью. Я издал приказ о продлении действий ученого совета до новых выборов. Вот. Я не уверен, что это законно, если так откровенно говорить. Но выхода не было, поскольку там нужно в конце года проводить всякие утверждения результатов научных и так далее через ученый совет. Это просто невозможно было там и выбор ученого совета устраивать. Да, понятно. Ты планируешь их устраивать в ближайшее время, да? Ну, ближайшее, не ближайшее. Но рано или поздно это надо будет сделать. И тогда конфликт сам собой может рассосаться, да? Ну, какой там конфликт? Вот, по моим наблюдениям, на этом ученом совете, по крайней мере, с осенью, там огромное, много времени было потрачено на писание писем в разные организации, в том числе и президенту нашей страны, и премьер-министру и так далее. Вот, и мне кажется, что последние вот эти вот заседания, там, большей части оно было посвящено вот разжиганию вот этого конфликта. Из-за того, чтобы наукой обсуждать, там, как-то способствовать. Вот, вот некоторые люди, некоторая часть людей, вот она была, вся энергия была направлена на то, чтобы этот конфликт раздувать. Да, понял. Ну, в общем, на самом деле я услышал ответы, и я как бы услышал следующее, что у тебя есть совершенно внятная стратегия развития института. Она вся фокусируется вокруг научной деятельности. Все остальное, грубо говоря, должно быть в направлении вот этого главного пункта. И все должно обслуживать именно его. И это ты ставишь во главу угла, и это ты, грубо говоря, всем обещаешь, что главное будет направление на научную деятельность в институте. Всеми возможными методами. Сейчас, конечно, первое время там проводили порядок финансово-хозяйственной деятельности. Все, ну вот как бы тогда, значит, друзья, ну вот мы выслушали, как честно выслушивать обе стороны. На меня в Москве все время падала информация с противоположной стороны. Там целый фильм сняли, там Николай Платошкин зачем-то в это дело еще включился, целый фильм у него снят на канале. Ну в общем, то есть я получал внешний контур, но чтобы получить внутренний контур, мне нужно говорить с людьми, и важно говорить не только с одной стороны конфликта, но и с другой. Теперь у меня есть взгляд с обоих сторон конфликта, и у вас тоже у всех будет взгляд с обоих сторон конфликта. Сами можете теперь прикинуть, что и как, и в комментариях можно задавать вопросы. Не мне, и скорее всего не Андрею, потому что Андрей занят. Но между собой, может быть, возникнет какая-то дискуссия, в которой все эти вопросы будут сняты. Потому что наша цель это продуктивная работа для науки, а не социальные конфликты в огромном их количестве. Хотя я сам, как специалист по теории игр, являюсь... Я эти конфликты как раз моделирую в своей научной деятельности. Вот, Андрей, ну я тогда желаю удачи тебе, институту. Спасибо, что позвал. Несомненно, что еще приеду. Обещаю когда-нибудь постараться разобраться в этом. Но сроков обещания не буду давать. Просто я это загрузил в голову. Это интересно.